Привет, Сангелс.com! Давалось определенное время, за которое человек должен был ответить на секретный вопрос, он должен был прислать свои контакты, твиттер, вконтакте, чтобы мы посмотрели все ли условия конкурса он выполнил. Была у нас девушка, которая, к сожалению, практически все сделала, не ретвитила мои твиты, либо Apple Jesus, партнера и магазина, с хэштегом конкурса, она просто писала твиты с хэштегом конкурса. Это тоже прикольно, можно, но ретвит должен был быть обязательно, хотя бы один, хотя бы за все время. С 26 апреля по 10 мая у нас проводился конкурс. Поскольку это очень длинный процесс, полтора часа, наверное, будет неправильно заставлять вас его смотреть, поэтому я не стал выкладывать эту версию на YouTube. И у нас здесь на YouTube укороченное, я записываю его сейчас после. Победил у нас Даниил, наверное, неправильно будет говорить фамилию, поэтому просто Даниил, он знает, из Санкт-Петербурга, который заберет, я надеюсь, iPhone. Он может быть сам, кстати, да. Я надеюсь, что он заберет его сам. Если он не сможет, то мы отправим его курьерской службой. Кроме всего прочего, в конце лайва у нас проходили розыгрыши Earpods и такие мы разыграли еще прикольные карточки App Store и iTunes. Так что, если вы не смотрели лайв, вы вдвойне проиграли. Во-первых, пролетели мимо айфона. И, во-вторых, проиграли, потому что не смотрели, не смогли выиграть хотя бы наушники или еще что-то в этом роде. Но поскольку я обещал некую сессию вопрос-ответ, такой спросивился ComLife, ребята, кто сейчас смотрит на YouTube, продолжает смотреть. А нас, кстати, смотрело в пике больше 6 тысяч человек, что на самом деле очень хорошо. И сейчас продолжает смотреть там больше, большое количество. Но дело в том, что приняло участие, судя по комментариям, около 28 тысяч человек. Из 28, которые отметились, лайв смотрело всего 6. Чувствуете, соотношение? Это плохо. Поэтому, чтобы в дальнейшем, а само собой у нас будут еще розыгрыши, чтобы в дальнейшем вас сердчески не мучить, было принято фундаментальное решение пересмотреть финальную часть. Вы также будете принимать участие, но при этом это можно делать не так сложно, то есть не смотреть лайв. Поэтому следите за обновлениями на канале, не забывайте. У нас выходит много всего интересного. Всегда еще продолжаю рассказывать про Galaxy S4. Я не то, чтобы задержался с обзором. На самом деле, какое-то мнение... Слушайте, он поцарапался. Не знаю, он мудрился, но он уже поцарапался. Мнение я свое сформулировал давно, но хочется как-то вот его в себе подержать немножко, пускай он поварится. И мы сравним iPhone 5 против Galaxy S4. Вот такой вот у нас будет Versus, два современных топового смартфона. Объясню, почему мне нравится Galaxy S4 как вариант сравнения, не Nexus One, не HTC One, не Nexus 4. Потому что все-таки Samsung предыдущий лидер рынка андроидов, по крайней мере, в 2012 году. Хочется сравнить. Понятно, что HTC One тоже интересный в алюминиевом корпусе, но о нем, наверное, чуть позже. Итак, вопрос-ответ. Ребят, кто сейчас сидит на юстриме, в социал-стрим, задавайте свои интересные вопросы касаемо Apple, либо, не знаю, фри-тема. Здесь нет никаких правил, задавайте вопросы, я читаю. Вот я, руник пишет, я два часа потратил впустую. Ну, я считаю, что, я считаю, что не впустую, у тебя был хороший шанс выиграть iPhone 5, назови мне любой другой, где есть подобный, и, ну, не знаю. Ладно, сегодня не лагало, пишет. Ура, лаги, хватит спамить, поздно. Ну, мы сейчас буквально 15 минут, вы же знаете, что я сам очень устал, так что в моих интересах быстрее закончить, но обещал надо сделать. Лаги, блин, ну, конечно, не знаю, кто-то пишет, нету лагов, кто-то пишет, есть лаги, но это касаемо, опять же, тех, кто смотрит лайф на юстриме, в принципе, у нас обычно лагов не бывает. Ну, вернее, юстрим в последнее время делает намного-намного лучше. Какой Владимир наушники выиграл, пишет Vavan Audio, по-моему, да? Сейчас я скажу, вот я покажу его Twitter, потому что я здесь его забубенил. Владимир Магденко выиграл, которому мы отправим EarPods, выигранные во время конкурса. Милосов, увидите ли iPhone несколько комментариев к видео, пишет Павел. Че? Знаете, я когда смотрел, я проверяю такие вещи, как несколько комментариев к видео, и я не нашел. Но, в любом случае, ну, блин, наверное, это тоже надо будет в какой-то момент досмотреть. Но я, по крайней мере, пока смотрел, пока он отвечал, я не нашел несколько комментариев. Посмотрим. Тем более, что вы не можете посмотреть, сколько комментариев он оставил, потому что видео сейчас находится в заблокированном. Был какой-то у нас конкурс, я не помню, чем мы разыгрывали. Наверное, тоже iPhone или что-то в этом роде. Люди просто меня затралили в силу того, что писали какие-то нереальные вещи, он там это не сделал, он то не сделал. Хотя, на самом деле, это было не так. Поэтому видео сейчас находится в заблокированном. Посмотрим, сколько победительных комментариев просто невозможно физически. Так, это было круто, пишет. Что будет дальше? Так, ну, вы задаете какие-то вопросы? Нет? Разыграешь S4. Ну, на самом деле, вы будете решать, что с ним сделать. Разыграть, можно попытаться его как-то тоже уничтожить. Вы видели, да, некий фейл, который получился с уничтожением фейкового айфона об стену. Хотел сделать крутой слоумо, но почему-то не получилось. Я не знаю почему, соблюдал вроде все условия для работы с плагином Twixter, по крайней мере, максимально допустимые показатели, но что-то не срослось. Нас пока смотрит около 2000 человек live, продолжает после завершения конкурса. Это очень здорово, читаю ваши вопросы. Лаги были чутка. Как поживает эксперт? Эксперт хорошо, он на даче. Сегодня очень тепло, в Москве 10 мая, прямо жара. Что со вторым айфоном? Айфона было... Поясню. Победитель сам выберет белый айфон, либо черный айфон. Айфон у нас разыгрывался один, поэтому второго как бы не существует, он только виртуальный. Он выберет либо белый на 64 гигабайта, либо черный. Второй, технически, мы разыграем попозже. Может быть, это будет не айфон. На самом деле, мы уже разыгрывали несколько айфонов на канале. Но вообще, розыгрыши это прикольная такая стимулирующая штука, которая должна держаться в неком тонусе, но при этом не перегружать контент канала. Хочется, чтобы и интересные вещи происходили на канале, и при этом были розыгрыши. Поскольку я сейчас продолжаю ударно переезжать в свою студию, это достаточно сложный процесс, даже не потому, что перетащить все тяжело. Это как-то организационно-мотивационно очень тяжело. Поэтому хочется нашлепить крутого контента, потом будет розыгрыш, потому что мой айфон уже уходит туда. Что ожидается на World Wide Developers Conference 2013? Хороший вопрос, кстати, он был, по-моему, спросили с ЭКОМ. Ну, вернее, я его не взял, но там что-то подобное задавали. На World Wide я жду анонс iOS 7, я жду анонс OS XIX, я жду обновления компьютеров Mac на новой архитектуре Haswell. И, скорее всего, этим все ограничится. Судя по последним слухам, такие компании, как LG, Sharp и Japan Display, те, которые производят экраны для iPhone 5 сейчас, начнут производство этих экранов, видимо, новых, по крайней мере, как-то отличающихся от того, что ставят в iPhone 5, потому что если бы они ставили то же самое, то они их и так производят. В июне, соответственно, все прогнозируют выход iPhone 5s, следующего iPhone, на сентябрь. Посмотрим, так ли это или нет. Плюс на конференции Live Conference Call 23 апреля, когда Apple отчитывалась за второй финансовый квартал 2013 года, Тим Кук сказал, что, ребята, до осени новых продуктов не ждите. Это не значит, что не будет анонсов этих продуктов, но выйдут они точно не раньше осени. Поэтому, не знаю, возможно, на World Wide что-то и покажут, типа, ребята, вот новый iPhone, но выпустят его в сентябре. Но поскольку Apple сейчас отказалась от политики ранних анонсов, скорее всего, мы этого не увидим и ограничатся софт-обновлениями. Ну, iOS 7, на самом деле, нужно будет посмотреть, что это такое. Я думаю, этого вот выше крыши достаточно. Тем более, анонсы iOS 7, вернее, анонсы iOS всегда интересны вдвойне, потому что доступны и текущим пользователям. К ним, как правило, повышенное внимание. Очень так, народ интересуется серьезно. Поэтому Mac Air Retina будет. Я, честно говоря, не жду. Я тут был в гостях у Apple Insider в подкасте. Можете, кстати, послушать, доступен в iTunes. Мы обсуждали эту тему по поводу Air с Retina. Мне кажется, что это не совсем, как сказать, в духе Apple, потому что получится два конкурирующих продукта. С одной стороны, MacBook Air Retina, с другой стороны, MacBook Pro Retina. И непонятно, какая между ними будет разница, потому что на обоих примерно одинаковые процессоры, память одинаковая, экраны сейчас разные будут одинаковые, дизайнеры. Разве что дизайном, но еще раз, это не совсем в духе Apple, поэтому я, честно говоря, не жду появления такого компьютера. Либо они вообще схлопнут всю линейку, и не будет разделения на Pro и Air, либо в ближайшем будущем я бы не надеялся на то, что такой компьютер появится. Какие новые слухи ты знаешь про iPhone 5s? Ну, на самом деле, все слухи достаточно нестандартные. По поводу дизайна есть мнение, что они не изменятся. Скорее всего, изменится внутренность и архитектура, как это было, например, с iPhone 4 и 4s. Они внутри достаточно сильно отличаются, не сказать, что они прям кардинальны, но конструктивные какие-то моменты доработаны, что-то изменено, поправлено, так что здорово. И поэтому будет, скорее всего, изменение в камерах. Ожидается, что фронтальная камера станет, ну, например, двухтенгопиксельная и сможет снимать в 1080p, и таким образом Apple анонсирует эру Full HD FaceTime. Скорее всего, задняя камера будет 12-13 мегапикселей, скорее всего, будет новый процессор, больше памяти, вот такие вещи. Ну и плюс какие-то киллер-фичи, которые должны продавать этот iPhone, чтобы он разительно отключался от iPhone 5s. Поэтому посмотрим. Пока никаких интересных новых каких-то слухов на эту тему не появлялось, поэтому ничего не могу сказать. Так, за сколько можно продать iPod 4? Это, я так понимаю, четвертое поколение. Вы знаете, в последний раз, когда я их видел в магазинах, они стоили порядка 8 тысяч рублей. Соответственно, нужно отталкиваться от качества устройства, от его степени изношенности, плюс посмотреть на барахолках. Самое правильное – это зайти на известные площадки, которые продают БУ-технику, оценить, сколько стоит в среднем по больнице температура и выставлять в зависимости от вашего комплекта, в зависимости от корпуса, в зависимости от дополнительных бонусов. Часто дают какие-то чехольчики, пленочки, там еще что-то. Но дорого его продать не получится, наверное. Это в силу того, что устройство, конечно, морально устарело. Я бы его лучше себе оставил, как некая вот... Какие планы на лето? Пока не буду рассказывать, какие планы на лето, потому что они достаточно серьезные. Начало лета будет жарким, середина лета будет интересной, конец лета будет опять жарким. Между этим меня какое-то время не будет в Москве. Куда я денусь, я расскажу. Но это не значит, что не будет интересных видео. Наоборот, их будет еще больше. Поэтому следите за обновлениями канала. И вот хороший вопрос. Ты много пьешь? Но по мне видно, да, что я много ем и много пью. На самом деле я практически не пью вообще ничего сейчас. Потому что дети, потому что твиттер, кстати, потому что вообще, в принципе, накопившуюся усталость уже давит. Буквально от одного бокала пива уже чувствую... И знаете, опьянение такое не типа вот не море по колено, а просто поспать охотой. Поэтому мне от того, чтобы ты что-то выпил, никакого кайфа нету. Так что интереса в этом тоже особо не замечаю. Так что не пью. Валентина, а что с твоим подкастом? Слушайте, с подкастом такая история. Вы, наверное, кто слушает мои подкасты давно, знают, что там перманентно недоступен хостинг. Там какие-то проблемы с доступом к подкасту, когда он выходит. Перегружается сервер. Ну, там тысяча людей начинают этот качать. Сервер падает. Такая история продолжалась на протяжении нескольких месяцев. Она мне, честно говоря, утомила. И я уже достаточно давно хотел переезжать на новый хостинг, который бы позволил все эти проблемы решить. Но не получалось. И вот надеюсь, что сейчас будет все хорошо. Поэтому я пока отключил текущий хостинг. И я надеюсь, что в ближайшие праздники у нас осталось два дня. Решим эту проблему, переедем на новый хостинг, и все будет хорошо. Это будет хорошо. Идем дальше. Когда обзор SGS4? Ну, я уже сказал, что как такового обзора не планируется. Это будет сравнение сильных сторон и слабых. Но мне нужно еще немножко подготовиться, наверное, технически просто. Венди, что ты думаешь насчет Google Glass? Тут, по-моему, предвидится возможность попользоваться этой штукой. И после этого я, наверное, сформулирую уже какое-то законченное мнение. Но сейчас есть ощущение, что Google Glass продукт без рынка, без понимания. Мало того, что на рынке нет подобных устройств, и люди просто не знают, зачем оно им надо. А во-вторых, Google, не Apple, они не могут создать спрос на это. Вернее, у них нет рычагов и опыта, как это сделать. Когда выходит iPad, он тоже создает новый рынок, новый сегмент. Но при этом за буквально какое-то очень короткое время люди понимают, что без iPad жить прям вообще нехорошо, плохо и ужасно. Поэтому, собственно, вот, не знаю, посмотрим. Вернее, что посмотрим. Вернее, чем интересно будет, как Google начнет продвижение маркетинга, в том числе Google Glass. Пока это все-таки в большей степени, как он назывался, Project Glass, то есть, уникальный прототип такой, да. Потому что, когда, например, Microsoft делали свой, как же он назывался-то, Project тоже как-то, который переродился в итоге в Kinect, они очень быстро людям объяснили, зачем это надо. И Kinect, по-моему, сейчас остается самым быстро продаваемым, новым техноустройством, да. То есть, не очередным смартфоном каким-то, который так там, а устройством, которое создает некий новый опыт эксплуатации, да. Kinect до Kinect не было. Ну, вернее, были какие-то, может быть, подобные вещи, но в массовом формате каких-то еще не было. Так что посмотрим. Но мне кажется, что у Google пока кишка тонка, сделаешь что-то прям ва. Какая у тебя скорость интернета? Ну, на самом деле, у меня какой-то full-on-lim, где-то порядка 100 мегабит получается. То есть, я качаю на скорости 9 мегабайт в секунду. Загружаю примерно на таких же скоростях. Ну, это при хороших раскладах. Средняя по интернету будет, наверное, 6, 7, 8 мегабайт. То есть, 80 мегабит. Никак. Так. У меня завтра день рождения. Поздравь меня, Билса. Поздравляю, днем рождения. Люди, родившиеся где-то вокруг 9 мая, всегда здорово. И, кстати, поздравляю вас с Днем Победы, с Победой. Ну, об этом я в лайве уже, кстати, говорил. Так, ну, еще парочку вопросиков. Планируешь ли ты еще розыгрыш? Конечно. Я уже сказал, что всевозможные розыгрыши – это хорошая вещь, полезная в хозяйстве. Единственное, что я немножко утомился, и вы тоже утомились от длинных поисков победителя. Поэтому хочется сделать максимально, с одной стороны, простые условия, которые бы позволили легко принять участие, легко в финале отслеживать и, опять же, выигрывать. Но при этом все-таки, чтобы у нас был какой-то интерактив в конце. Где ты брал iPhone 5? Ну, слушайте, часто меня спрашивают. Apple Jesus, Apple Jesus 100, Apple Jesus все. Apple Jesus – это партнер и магазин, да, канала Велсиком. Мы тесно дружим и сотрудничаем. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, если ничего не случится, так и будет продолжаться. В принципе, это магазин, который не один год на рынке, который себя зарекомендовал. Я вижу в Твиттере позитивные комментарии. По крайней мере, иногда мне люди пишут, что проблемы возникают, не дали скидку, нет возможности. Но в целом магазин с очень-очень человеческим лицом. Поэтому сегодня, ну, понятно, что я беру на особых условиях, но реально Apple Jesus очень-очень адекватный магазин. Мы, в принципе, обсуждали, есть видео по поводу серого рынка и по поводу формирования цены. Да, он, возможно, не самый дешевый, но при этом вы получаете нечто большее с точки зрения и доставки, с точки зрения и отношений, если что-то пошло не так. То есть, это некий пакет услуг или, я не знаю, формат отношений. Это тоже стоит каких-то денег. Так, едем дальше. Как тебе вариант, чтобы брать... Валентин, когда второй фейковый iPhone уничтожишь? Да, я выбрал вариант, как мы будем это делать. Мне нужен живой оператор. То есть, это с штативами снимешь. И живой оператор тоже есть. В смысле, что надо как-то сконнектиться, найти удобное время, формат и снимать. Поэтому, ну, я думаю, что на следующей неделе вполне реально поснимать и, в конце концов, выложить. Будет очень забавный, на самом деле, вариант уничтожения того самого черного. Он, кстати, прикольный на андроиде, но фейк-маст-дай. Так, Mac Mini для работы с чего-то. Ну, на самом деле, Mac Mini для работы более чем. Единственное, что последние Mac Mini, так же, как и MacBook Air и MacBook Pro 13, не имеют дискретные графики, в отличие от предыдущих поколений. И нужно понимать, что какую-то серьезную работу с графикой, с видеомонтажом, там сделать не получится. Для всех остальных операций вот так вот. Mac Mini такой маленький, портативный, опять же, в таком смысле, домашний компьютер. Когда розыгрыш игрушек Iron Man 3? Слушайте, точно, точно. Прямо сейчас и разыграем. Точно, забыл про Iron Man. Нужно было специальным хэштегом написать свои впечатления о фильме. В общем, хэштег, наверное, кто-то писал. Сейчас его проверю. И не столько случайно, там, на самом деле, почитают, что люди пишут. И три лучших комментатора у нас получат игрушку, которую они по почте заберут. Если не понимаете, о чем идет речь, смотрите на канале обзор «Железный человек 3» и станет ясно. Вилса, когда устроишь сходку? Слушайте, я не знаю, когда я устрою сходку, но была идея, на самом деле, сделать это. На самом деле, я вам объясню, что происходит с Вилском, с каналом. Есть некое желание сделать хорошо. Я об этом, кстати, много говорил. Сейчас вообще очень много проектов в голове. И есть много идей, которые навалились. И то, чтобы даже не творческий кризис, знаете, как просто достигаешь какого-то момента, когда некий этап пройден, а нужно ставить новые цели, новые горизонты для себя открывать. Это тоже не так просто. И ты находишься в неком таком поле. Я даже не знаю, как это сформулировать. Идея в том, что есть желание делать качественный контент, хорошее видео. И я понимаю, что это можно делать. Для этого нужна гребаная студия, в которую я наконец-то перееду, если опять ничего не случится. Второй момент – это нужно… Ну, с остальным у нас проблем нет. В общем, качественный контент, интересный материал, дальнейшее развитие. Потому что есть интересные форматы, которые нравятся людям на Весоком. Они их смотрят, и это здорово. Но, тем не менее, хочется идти вперед, предлагать какие-то новые идеи, еженедельные шоу, возможно. И идеи, как вы понимаете, вот такая вагонная телега. Важно именно реализовать это все на качественном уровне. Поэтому идеи полный дом. Посмотрим, посмотрим. То есть я сейчас нахожусь перед таким прыжком, знаете, как пружина изжимается. А при этом, конечно же, на канале выходит контент, потому что он должен выходить для того, чтобы продолжалось движение, жизнь. Вообще, любой канал должен, конечно, постоянно обновляться любым качественным контентом, потому что иначе он потихонечку утахает. Короче, тухнет. Кажется, как это слово будет? Угасает. Вот, угасает. Не хочется, чтобы этого происходило. Ну, вернее, наоборот. То есть мы находимся сейчас в очень-очень важном этапе роста. И не каждый канал через это проходит. Многие люди ломаются на какой-то стадии. И вы можете видеть, что вчера каналы, которые были мегапопулярны, они потихонечку загибают. Потому что любой проект, он достигает какого-то вот апогея. Ну, плюс еще сейчас немаловажную роль играет то, что Apple давно не презентовывала новых продуктов, нету каких-то интересных решений. И не о чем рассказывать именно с этой точки зрения, потому что это создает большую волну и контента. И в том числе мотивации, и какого-то вдохновения для другого. Поэтому вот в таком вот смутном процессе все это находится. Но, тем не менее, канал растет. Канал является каналом номер один. Видно? Один. В России среди каналов о технологиях он входит в топ, не помню, 40, наверное, вообще каналов России. Он входит в топ-50 мировых каналов по технологиям. То есть канал растет, развивается. Это большая такая структура. И я горжусь, на самом деле, уже сегодня тем, что все это я сделал один. Ну, практически, само собой, совсем один. Не насложно. В каких-то этапах помогали такие люди, такие люди. Но технический канал в языке. Это я один. Это и препродакшн, продакшн, постпродакшн, введение социальных сетей. Это написание сценариев, которые я не пишу. Это и съемка, операторы, монтаж, звук. Все это нужно за всем этим следить. Это сложно. Поверьте мне, это очень сложно. Но можно делать. И, в принципе, вот так и получается. Прикольно. Таких людей, на самом деле, достаточно много на русском YouTube, в том числе, которые в одиночку что-то делают. Но вы знаете, что их можно по пальцам пересчитать. Ладно. Вилса, разыграем Mac. Слушайте, у нас с Apple Gs был спор по этому поводу. Я говорил, что пора бы разыграть, может быть, Mac. MacBook Air тот же или что-то еще. Был даже идея разыграть MacBook Pro Retina. На самом деле, вы понимаете, что конкурс нужен для того, чтобы подарить iPhone. Вернее, само собой, мы хотим сделать кому-то приятно. Но в том числе, это и способ привлечения аудитории. Есть такая нехорошая штука, что iPhone, конечно, пользуются максимальным интересом аудитории. Причем любой и всякий. На втором месте идут iPod и iPad. И где-то в самом низу Mac. Поэтому с точки зрения затратности и отдачи, розыгрыш iPhone, iPad, конечно же, будет выше, чем Mac. Но поскольку у нас такой всеобъемлющий канал об Apple, Mac мы, конечно, тоже как-нибудь разыграем. А может быть, приурочим это к чему-то. То есть выйдут новые Mac летом. Разыграем новые Mac. Ну, как так. Валентин, ты устал. Иди по спи, пишет. North 747. И, наверное, на этом мы действительно будем заканчивать. Еще раз напоминаю, что у нас произошла техническая накладка. Вот эта вот хрень. Вот эта вот. Которая должна была писать звук. Она почему-то звук не пишет. Она работает. Но Ustream почему-то не захотел с ней дружить. Поэтому звук она не записала. Поэтому звук пишется через встроенный микрофон Macbook. Который мало того, что плохенький, так еще и сам Macbook крутит кулеры. Все это шипит. И звук может быть очень качественный. Но какой есть. С другой стороны. Слышно и хорошо. А на этом мы заканчиваем. Еще раз напоминаю, если вы хотите посмотреть лайф-итоги розыгрыша iPhone 5, внизу под этим видео будет ссылка на Ustream. Там есть запись. Называется финал розыгрыша iPhone 5. Полтора часа. Но если вы хотите удостовериться, что у нас все было чистоганом, то можете там посмотреть. Во всех остальных случаях смотреть это видео не рекомендую. Потому что там полтора часа поиска правды. Что весьма утомительно. На этом будем заканчивать. Вот такой маленький вопрос-ответ. Немножко рассказал о новостях канала. И напоминаю, что записываем это в лайве. Поэтому не обеспечивайте. Не забудьте видео разблокировать. Да. Все. На этом заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Кто сейчас смотрит лайв, я вам поставлю музычку. А для тех, кто на YouTube, для них музычка не полагается. Потому что YouTube за это может по голове не стучать.